Большое русское войско Свои московские рати перевез через Москву реку И двинул к реке Лопасни 15 августа войска достигли Коломны Здесь, как в полном котле, уже кипели многие ополчения, ожидавшие Москву Стояли 40 тысяч пришедших с Альгердовичами, с Андреем да с Дмитрием Подошел князь Федор Елецкий со своими полками До воевода князь Юрий Мещерский со своими Да великое число сошлось малых ратей Нижегородские купцы из посадов пришли, не спросясь своего князя Да Белевичи, да может и не осталось на Руси города Откуда хоть малое число не пришло бы 20 августа рано поутру ударили колокола И воеводы поехали навстречу Дмитрию Они встретили его на речке Северке Слава ей, этой мелководной речке Над ней прошел белый Дмитриев конь В ней сверкнули его позолоченные доспехи На ее берегу Дмитрий сошел с седла, чтобы обняться со своими воеводами Отсюда они двинулись вместе Неразлучные в славе и трудах У городских ворот князя встретил коломенский епископ Герасим С иконами, с пением, а Пономари в тех церквах, где колоколов не было Неистово били в медные била И тысячеголосая рать кричала встречу Радовалась, что настал час Поговорив со всеми, кто к нему речь обращал Дмитрий ушел в уединенный терем Там, в тихой комнате, тихо говорил В небольшом кругу близких друзей И хоть был молчалив И всегда таился боброк А и он не мог скрыть волненье Ему предстояло изготовить войско в поход Поражение в этом походе Означало конец всему И Руси, и городам, и жизни Пытливым оком Боброк приглядывался к Дмитрию Боброк любил своего большого Шурина Но впервые хотел рассмотреть Выдержит ли Дмитрий Понимает ли, как велик враг Проявит ли твердость Дмитрий повернулся к Боброку И ответил на его взгляд немым Серьезным и задумчивым взглядом Боброк не успокоился Уговорились утром посмотреть все войско Воеводы разошлись готовить воинов Дмитрий пошел отдохнуть с дороги А Боброк позвал двух своих двоюродных братьев Двух Альгердовичей И уединился с ними Тебя, Андрей, Дмитрий любит Сказал Боброк князю Полоцкому Не отходи от Дмитрия Если уловишь сомнение Слабость, робость Пресеки Рассей Сколько сил станет Затем сошлись, чтоб друг в друге силу поддерживать А я за Владимиром Андреевичем пригляжу Умен да горяч Решил Боброк А ежели Во мне что недоброе заметите Не боясь, Дмитрий Михайлович Сказал Дмитрий Альгердович И тебя поддержим А ежели с нами что Мужайтесь Встал Боброк Не первая наша будет битва И не последняя Но велика И Альгердовичи смолкли Глядя на него и запоминая его слово В семье давно замечали Неведомо какой силой Прозорливостью ли, разумом ли, волхвованием ли И постигал Боброк будущее Но все видел далеко вперед А он, вскинув над глазами Крылатые брови, уже рванулся к двери По лестнице гремя оружием Кто-то торопливо поднимался Боброк распахнул дверь За дверью стояла Ночная тьма И из тьмы все не входили воины И впереди Родион Ржевский Это пришла весть от первой стражи Ходившей оглядеть Мамая Она подтвердила слова Принесенные в Москву Андреем Поповичем И слухи О величине Мамаевых сил Мамай уже достиг верховьев дона И стоял на берегах красивой мечи А едучи сюда Обогнали послов Мамаевых Ко князю на Москву едут Опоздали, сказал Боброк Слыхали мы, будто Мамая Сомненье взяла Прослышал, что Дмитрий-то Иванович От него не бежит А войско сбирает И послал послов договариваться Поживем, увидим Сказал Боброк И пошел к Дмитрию Рассказать о принятой вести А на заре По всей Коломне Поднялись войска И стоявшие в городе И разместившиеся окрест Пошли за город Кокена Просторное, дикое Древнее девичье поле Где некогда В жертву языческим дивам Отдавали славянских дев Боброк Повел их И каждому войску Указал место И, приминая Некошенную, немятую Посохшую траву По всему полю Протянулось Построилось воинство Стали полки За полками Плечо в плечо Локтем к локтю Звякая кованными Налокотниками А налокотники друзей И от конского ржания Содрогалось Широкое поле И содрогнулось От клича воинского Когда Дмитрий взглянул на них И они Увидели Дмитрия И Боброк Поскакал ему Навстречу С городской высоты Дмитрий увидел Войско, похожее На орла Широко раскинувшего Крылья Как орлиная голова Выдвинулся Пеший Сторожевой Полк Как мощная Орлиная Тулова Сдвинулся Большой Полк Как распростертые Крылья Раскинулись Полки Правой И левой Руки А позади Словно Пышный Хвост Вольно Стоял Запасный Полк Взревели Бесчисленные Жерла Ратных Труп И завыли Походные Варганы И затрещали На высоких Древках Холстотканные Стяги И никогда Дмитрий Не видел Стольких Полков Воедино Его Охватил Страх Закусив Губу Он ехал Всматриваясь В лица Ратников В глаза Воевод Стоявших Впереди Полков И Дмитрий И искал в них робости Сомнения Печали Хоть какого бы изъяна Чтоб тот изъян Изничтожить И вместе с ним Рассеять Свой страх Пеших Мало Пожаловался Дмитрий Боброку И Боброк Пристально Оглядел Дмитрия Пешие Дмитрий Иванович Для защиты Городов Надобны А мы Вперед Идем А хватит Ли их Кивнуло На бесчисленную Рать Может Счесть Сочти Они ехали Дальше Поле Тянулось И рати Стояли Не убывая И стяги Реяли Над головами Воинов И перья Колыхались На иловцах Их шлемов У мамая Небось Тож сбор Идет Силу Считают Сказал Дмитрий Его сила Уж Сосчитана А прикажешь Перечтем Еще Свою Силу Перечти Вернее Будет Завтра Выйдем Я Тож Думаю Перед путем Пущай В досталь Выспиться Да Посытней Накорми О том Не думай Давно У врага Переняты Наперед Поесть А потом В битву Тобой Небось Переняты Ты Князь Зорок А не Зорче Тебя Государь Не Сомневайся Далеко Глядим Все Глядим Ничего Не Упустим Дмитрий Прислушался Вещий Боброк Говорил Громко Будто И впрямь Вещал Нету Изъяну Вся Страна Как меч Прокаленный С боты Вых Времен На огне Лежала Исподваль Прокалена Пригнется А не Переломится Чистая Сталь Дмитрий Стал Успокаиваться Тверже Смотрел Вперед Едучи С Боброком Впереди Многих Князей И воевод Тут На раскрытом Поле Как перед Битвой Дмитрий Разделил Полки Промеж Своих Воевод А ты Князь Расставил Их И впрямь Будто К битве Сказал он Боброку Примеряюсь Государь Рассуди Кому Над каким Полком Быть Распределив Полки Дмитрий Снова Проехал Глянул Надежно Ль будет И советовался С Боброком Не переставить Ли Кого Куда Еще День Не начал Погасать А Боброк Уже Пришел В комнату Дмитрия Сосчитано Государь Сколько Распределив 1 августа По прохладной Россе Войска К Дону Была Хоть и Подлиннее Да Повернее Это Была Исконная Купеческая Дорога Из Москвы На Дон За три Перехода Войска Дошли До Лопасни Серпуховской Уже Ждал Вильяминов Приближался Подождали Отставших От Лопасни Войска Прошли К реке Осетру Потом Через Березуй Город Вышли По старой Донковской Дороге На Дорожен Город К реке Тоболе И пройдя Чернаву Теперь Стояли У Дона Наполовину Врытые В землю Как червивые Грибы Склонившиеся В траву Гнили Низкие Избы Чернавы Пригнувшись Лезли В дверь Князья Пригнувшись Рассаживались На скамьях Пока Рассаживались Пока Кое-кто Черпал Донскую Воду Ковшом Из Хозяйкиной Кади Слуги Застилали Стол Тканой Скатертью Затеплили Свечи В серебряных Ставцах Розоватым Струящимся Светом Наполнилось Жилье И тени Людей Застя Свет Ворочались По стенам Дмитрий Выжидал Он Уперся Грузной Спиной В угол И Высился Оттуда Над Всеми Черные Его Волосы Закрывали Лик Спаса Поставленного В углу Поднял Глаза На свой Совет И Опять Опустил Их Говорить Дмитрий Был Негораст Поэтому Больше Думал И Когда Начинал Говорить Робел Всех Рассмотрел Из Своего Угла Все Затихли Ожидая Его Слова Только Боброк Что-то Шептал Альгердовичем Но И Боброк Смолк Молча Стоял Поодаль В углу Бренко Двадцать Князей Сидело Пред Дмитрием Служили Ему И Ни Спора Наследствие Ни Раздел Выморочной Вотчины Ни Поминальной Пиры Ни Свадьба Собрали Их Сюда За Бедный И Тесный Стол Бывало Ли Сие В Единую Брань Друг За Друга Умереть Готовые За Одну Родину На Общего Врага Восставшие Вот Они Двадцать Князей Не Было Сего Со Времени Батыя Когда Каждый В Свою Сторон Углядел И Дмитрий Подумал Надо Боброка Спросить Бывало Ль Сие Да Нет Не Бывало Выждал Зорким Оком Приметил Андрей Альгердович Сказать Хочет Но Ждет Чтоб Первым Московский Князь Сказал Воинство Стоит На берегу Дона И Тиль Через Дон Дмитрий Еще Не Решил Шли Шли Переходили Москву Аку А сетр Перешли Теперь Дон Поперек Пути Лег Тут Ли Ждать Дальше Ли Идти Игорь Дон Перешел И Побит Был И Мать Говорила В Своей Хоромине Хозяину Стены Пособляют А Что Бы Отец Сказал И Вспомнил Отцову Поговорку Под Лежачий Камень Вода Не Течет Не Лежать Идти В Раздумье Он Поднялся Но Потолок Оказался Низок Ростом Не Обделил Господь Пригнувшись Дмитрий Уперся Ладонями В низкий Стол И Сказал Братья Како Дали Нам Быть Дон Перед Нами Пойдем Ли Вперед Тут Ли Ждать Станем Помыслим Братья Он Говорил Глядя На Узоры Скатерти Но Тут Поднял Лицо И Взглянул Всем В глаза Во Владимире И В Боброке Приметил Решимость И Сердце Его Наполнилось Гордостью Но Просиявшее Лицо Вновь Опустилось К столу Тут Ли Стоять В Не Не Ждут Всем Всем Ведомо Великий Ярослав Реку Переступив Разбил Святополка И Александр Ярославич Неву Переступив Одолел Свеев Стойче Станет Биться Рать Когда Некуда Уходить И Много В древние Времена Было Таких Переправ И Побед Много Раз Мы Побеждали В чужих Землях Обороняя Свою В поле Половецком В дальней Византии Мое Слово Идти Задон Но Холмский Воспротивился Княже За что Мы Встали Русь Оборонять К чему Шлить Кровь На чужой Земле Русскую Землю Обороняем Ее И напоим Басурманской Кровью Да и Свою Лить Легче На родной Земле Но Андрей Полоцкий Тоже Горячо Позвал Задон Да Коли Сила Наша Велика Идем Вперед Кинемся На них Да преж На нас Кинутся Ни Кали На Руси Силы Такой Не бывало И Дмитрий Подумал Да Не бывало А Полоцкий Говорил Хочешь Крепкого Бою Вели Немедля Перевозиться Чтоб Ни У кого На разуме Не было Ворочаться Назад Пусть Всякой Без Хитрости Бьется Пусть Не о спасении Мыслит А о победе Холмский Вильяминов Многими Походами Умудренный Многими Победами Славный Московский Великий Воевода Тоже Звал Вперед Опершись На ладони Встал Дмитрий Братья И все Вслед за ним Поднялись Стоя Они Выслушали Его Слово Бог Запрещает Переступать Чуждые Пределы Спасу Говорю Беру Беру На себя Грех Ежели Не Переступлю То Они Придут Аки Змей К гнезду На себя Беру Так и Митрополит Алексий Нас Поучал Не для Того Собрались Чтоб Смотреть Окаянного Врага А чтоб Уничтожить Его И Не Дон Охранять Пришли А Родину Чтоб От Плено И Разоренья Ее Избавить Либо Головы За Нее Сложить Честная Смерть Лучше Позорной Жизни Да Благословит Нас Спас Воспасение Наше Пойдем За Дон Еще Говорили Бояре У коих В седине Волос Или В гуще Бороды Укрыты Были Славные Шрамы А Бренко Уже Заметил Вошедшего Ратника И громко Сказал Княже Языка Привели Доброж Сказал Дмитрий И все Пошли Следом За ним К выходу Вдали Во тьме У полыхающего Костра Плотно Стеснились Воины Они Раступились И Дмитрий Увидел Пленника Пойманный Лежал На земле Кто-то Подсунул Ему Под плечи Скомканную Попону Дмитрий Спросил Чего Выпытали Выходит Из его слов Мамай На реке Мече Пришел Туда По Муравскому Муравскому Шлях Шлях Шел А Дрычинская Дорога Лежит Промеж Двух Шляхов Промеж Муравского И Ногайского Надо понимать Затем Мамай Промеж Этих Дорог Что Орда Идет По Обеим Думаешь Княже Ударить По этим Шляхам Порознь Хорошо Б так Да Опасно Один Шлях Будем Мы громить А с другого Нас Обойдут Надо Так Стать Чтоб Обойти Не могли Чтоб Не по Чингизу У них Вышло А как Спину Уберечь Все равно Охватывать Будут Ночь Светлая Сейчас Съезжу За Дон Прикину Не миновать Нам На этом Поле Встречу Держать Войско Каково Спросил Дмитрий У переводчика Рече Тысячей Триста Да еще Пятьдесят С его Слов Чли Верно Говорит Он Сперва Во лжу Впал Да мы Выправили Сказал Горский Накормите Его Сказал Дмитрий Во тьме Ему Подвели Коня Он Нащупал Холку И Грузный Легко Вскочил В высокое Седло Не дожидаясь Пока управятся Остальные Он Направил Коня К Дону Где Скрытой Тьмой Стояли Войска Следом За ним Скакали Сквозь Мрак Князья Бояре Дружина Двор Княжеский Земля Под конями Звучала Глухо Влажная Мягкая Сентябрь 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 Сентябрьская Доном Полыхали Сторожевые Костры С того Берега Долетал Волчий Вой Значит Недалек И Враг После Многих Лет Встало Воинство Перед Воинством И Одна Лишь Ночь Разделила Тьмой И Воем Дмитрий Приказал Искать Броды А сам Проехал Через Весь Стан И Встретил Боброка Они Уговорились Тайно Перебраться Через Дон Самим Осмотреть На Заре Поле Владимир Серпуховской И двое Его Шуринов Андрей Полоцкий И Дмитрий Брянский Стояли В стороне Ожидая Дмитрия Московского И Дмитрия Боброка Я Мыслю Он Тверд Сказал Владимир Но Искрытен Боброк Удумал Еще Более Укрепить Его Мужество Поволхвовать Во чистом Поле Послушать Землю Он Тверд Сказал Андрей Эту Твердость В нем Хранить Надо Она Есть Твердость Нашего Союза Глядя На него Робкий Стыдится Своей Робости Дмитрий Подъехал Впереди Боброка Боброк Подскакал Сопровождаемый Семеном Меликом И немногими Воинами Княже Еще Весть Мамай Сведал О нашем Стане Спешит По Птане Реке Сюда Мыслит Воспрепятствовать Нашему Переходу Через Дон А поспеет Где ему Завтра Начнем Возиться А ему Раньше Как в два Дни Не дойти Едем Спросил Владимир Дмитрия Мелик Указал Им Броды По которым Уже Дважды Ходил Сам Кони Тихо Вытянув Вперед Морды Распушив Хвосты По воде Сначала Осторожно Шли Потом Поплыли В прохладной Черной Донской Воде Отражались И струились Звезды И Молчаливая Утекающая Ночная Река Казалась Глубокой Страшной Немой Тонкий Месяц Погас За Грядой Леса Кони Коснулись Дна Облегченно Выступили На берег И Фыркая Стряхнулись С себя Воду Звякались Стремена И цепочки От реки Круто Вверх Поднималось Поле И Князья Впятером Поехали По берегу Вверх Чуть Занималась Заря За Дальним Лесом Позеленело Небо Чуть Порозовело Одинокое Облако Торопя Коней Они Ехали По полю Густая Трава Полегла От тяжелой Росы И роса Уже Начинала Туманиться Дмитрий Михайлович Сказал Дмитрий Боброку Послушай Землю Что Нам Сулит Это Поле Боброк Остановился Вглядываясь В загорающиеся Облака Зоркий Его Глаз Приметил На востоке Красную Как капля Крови Звезду Боброк Отошел От князей И лег В траву Прижавшись Ухом К земле Долго Он Так Лежал Вернулся Молчаливый И не хотел Ничего Сказать Но Дмитрий Настаивал Над Деревьями Поднялась Огромная Воронья Стая И с Граем Кинулась Во тьму К западу Боброк Проводил Их Невеселым Взглядом Слышал Я На востоке Воронь И Грай И Будто Воют Вражьи Катуни А на Западе Плачут Вдовицы И Невесты И Трубы Трубят Он Помолчал Глядя на Запад Где вершины Лесов Начали Покрываться Розовым Туманом А значит Сие Что Будет Плач Во вражьей Стороне По множеству Убиенных И Будет В русской Земле Плач Но И Победа О Ней И Трубы Трубят Надо Биться Нам Не Жалея Крови Не Уступая И Наши Трубы Вструбят Победу Так О Слышалось Мне Княже Так И Тебе Говорю Они Сошли С коней И Стояли Немые Глядя Как Медленно Ползет Полем Туман Как Просыпаются Птицы Со Стороны Стана Застучали Топоры Что Там Спросил Дмитрий По Слову Твоему Пехоте Мосты Мостят С Рассветом Пойдут На Эту Сторону Ответил Боброк Они Объехали Поле И Боброк Часто Отъезжал В сторону Оглядывал Овраги Сходил С коня И Заглядывал В те Овраги Порой Ощерив Зубы Там Отбегали Волки Мы Поставим Полки Меж Оврагами Чтоб Мамай Не Смог Охватить Нас Предложил Боброк Есть У них Еще Одна Тайна В битве Всегда Силы Свои Держать Свежими Наши Все Купно Бьются А враг Сменно Наших Тыща До Притомившихся А их Сотня До Свежая Они Побеждают Надо Делить Полки Чтобы Всегда Нашлись Свежие Тысячи Сказал Дмитрий Сие Выполним Заметил Боброк И обратился К Полоцкому И Брянскому Вы Братцы Альгердовичи Стойте Позади Держите Запасный Полк В силе А мы Затаимся С Владимиром Ударим Когда Наше Время Ступит Так Впервые Ложилась Куликова Трава Под Копыта Ратных Коней